я хочу вернуться к теме прошлого дня которая в этом сегодня как-то исчезла собственно к вопросу об антропологизации об антрологическом повороте и регуманизации и для разговора об этом я хочу я собственно выбрал тему экспрессивности экспрессивность это нечто что очень тесно связано с антропологией это что-то такое что абсолютно связано с человеком и как бы известно эти разделения которые проводили фреги и гусар о том что есть смысл который связан с экспрессивностью с интенсиональностью с желанием что-то высказать и есть значение вот это разделение между бедойтым кинзин знаменитое когда или там минин кенсенс когда интенсиональность попытка что-то выразить экспрессивность делают собственно текст не просто нейтрально референтным но связанным со смыслом который несет человек и в этом смысле это вот эта самая экспрессивность она является загадочной потому что не очень трудно ухватить очень трудно передать я вспоминаю о тексте беньями на задача переводчика который говорил что как бы передать собственно референтное значение текст очень просто хлеб во всех языках будет означать хлеб а вот передать интенсиональность невероятно трудно и отсюда возникает вот это при использовании каких-то мистике какой-то лингвистической и так далее потому что интенсионально связанные с экспрессии всегда как бы исчезает теперь что значит для меня антропологизации антропологический поворот для меня это что-то совершенно противоположное регуманитаризации ну вот регуманитаризации для меня это то там что например во французской философии дело ленры но и люк ферри начиная с конца 60-х годов когда они как бы призывали вернуться к человеку придать ему какое-то лицо эра индивида там все эти книжки значит вернуть того человека которого изгнали фуко и компания вот это мне не кажется вообще говоря интересным поворотом ведущим нас куда-то вот вчера например был доклад такой вот для меня регуманизирующий это доклад о понтюхине иван иванович и когда значит была попытка придать какое-то лицо биографическое человеческое и докладчик говорил о том что это собственно нужно для того чтобы уйти вот марина могильна смотрит на меня для того чтобы уйти от всех этих дихотомий оппозиции конечно когда мы узнаем что иван иванович там чего-то любил байскаутов мы конечно выходим за пределы этих оппозиций но это какая-то такая регуманитаризация который мне кажется не особенно перспективный значит когда я говорю об антропологизации я считаю что антропологизация это противоположность гуманитаризации потому что антропологизация для меня это распространение человеческих свойств на 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 нечеловеческий объект который может быть с моей точки зрения очень полезен именно когда мы говорим об экспрессивности мне кажется полезно подвергнуть экспрессивность антропологизации такого вот типа поэтому я собственно буду говорить об экспрессивном кино потому что кино эта машина в той же степени в какое зрелище я всегда считаю что есть недостаток когда мы отрываем зрелище от машины в кино и считаем что это чистая иллюзия или там спектакль или это повествование потому что эта машина которая что-то всегда производит это и сама идея что машина может быть экспрессивной это для меня и есть собственно жест антропологизации которая позволяет осуществить какой-то антропологический поворот и в этом смысле для меня например мне кажется очень продуктивными идеи которые высказывал еще там леруа гуран или симандон когда он говорит там технологическом объекте как чем-то абсолютно включенным в антропологическую сферу это не просто технический объект который мертвое что-то но это что-то включенная в антропологическую зону то есть подвергнутые вот этому самому антропологическому повороту значит теперь собственно о кино в 908 году в творческой эволюции бергсон посвятил новорожденному кино несколько важных и хорошо известных страниц по его мнению с которым я в принципе согласен кино не воспроизводит уникальное восстановление вещей вместо того что помещать себя внутрь вещей как он говорил проникать их неповторимую длительность мы помещаем себя вне их и искусственно восстанавливаем их становление кинематограф считал бергсон извлекает из разнообразия движений мира некое безличное абстрактные простое движение так сказать общее движение это цитирую бергсоны и помещает его в аппарат в кино перед нами не воспроизведение реально движущихся людей но неподвижные фотограммы которые оживляются с помощью аппарата аппарат приводит их движение и это то что было очень важно для раннего кино ранее кино чувствовала себя как магия оживления если мы посмотрим самые ранние мы фильмы то увидим какое значение там имеет бесконечное оживление статуй изображений то что у нас там называется какие-то тема пигмалионы например у мельеса или там других секунды дешамо на других пионеров кино это очень существенная тема и связи с этим в двадцатые годы когда начинается теоретизирование по поводу кино кино начинает связываться с темой анимизма мертвые вещи с помощью вот этого но мы уже не ральт который мы можем спроекцировать на неживую вещь значит неживые вещи начинает оживать и с этим жан и пштейн например связывал фотогенирующие на экране фотогене для него это способность вещи оживать я цитирую из эпштейна я бы даже сказал что кино поле туристичные теогена эти жизни извлекаемые ими из вещей из безразличия тени под прожектор напряженного интереса жизни эти не имеет никакого отношения к человеческой жизни вещи начинает жить подобно амулетом талисманом зловещим тотамом и табу некоторых первобытных религий здесь вот эта тема связанная с первобытными религиями с классической антропологии она будет постоянно потом возникать тоже значит кино придает как он пишет самому ледяному облику вещей и существ величайший из всех благ жизнь этот первобытный анимизм связывался с кино не только пштейнам но например белый балашем который говорил что любая вещь на экране анимируется и приобретает физиогномику и начинать что-то выражает то есть возникает что-то такое экспрессивно я даже считаю что в принципе историю кино можно разделить на период когда кино понималось как экспрессивная машина наделяющие мертвый мир способностью что-то выражать вот это и есть для меня таскать машина которая как-то антропологизируется значительной степени а затем возникает имитационные кино когда возникает ощущение что кино регистрирует саму жизни она мимитично по существу воспроизводит реальность и так далее значит теперь что собственно описывает берксон и как работает этот механизм экспрессивности он описывает некую способность абстрагировать из единичных конкретных вещей что-то такое общее и что-то такое что имманентно этим вещам присущено мы можем это из этих вещей извлечь прежде всего конечно речь идет об извлечении времени время и движение которое начиная с аристотеля всегда связывалось со временем оказывается можно извещи извлечь а потом в эту вещь вернуть потому что это движение и это ритмическое биение это время которое в нем выражается могут быть абстрагированы и выделены вообще это процедура выделения каких-то абстракций которые в принципе имманент на вещам потому что длительность по берксону конечно не может быть отделена от вещи и превращена во что-то это совершенно европейское свойства европейской цивилизации посмотрите там например канта который говорил о времени как чем-то совершенно отдельно существующим но у гусар или например это совершенно уже очевидно в его значит лекциях о внутреннем ощущении времени он пишет отца биву стузайн то есть о способности времени являться нашему сознанию как феномен у у канта времени является феноменом и феноменально не можем ощутить время если она не связана ни с чем если она абсолютно абстрактно значит а уже у гусар ли он там работает над звуком говорит что звук позволяет нам феноменально ощутить время становится чем-то выделенным чем-то отдельным чем-то что мы можем пережить собственно это что-то абстрагируемое и извлекаемое и отделимое а затем это можно вернуть в в кино в вещи балаш говорил о том что собственно экспрессивность вообще не столько свойства человека сколько свойства кино только в кино мы имеем экспрессивность чистом виде он пишет например видимом человеке фильм единственная промоемерная родина экспрессивности только там есть вот это способность чего-то оживлять через все эти микро движения и ритмы теперь для того чтобы понять все таки что происходит я прибегну к такому очень кратком поверхностному феноменологическому разговору об этом опираясь на работу николя абраама касающиеся феноменологии экспрессивности абрам говорил о том что вообще объекты нашего восприятия всегда даются нам непосредственно с аффективными структурами которые неотделимы от них он приводит там пример который я у него используют ну например мы берем некое блюдо которое отвратительно по своему вкусу и в принципе мы его воспринимаем сразу как что-то отвратительное но мы не говорим что это блюдо выражает отвратительность как нечто внешнее по отношению к этому буду мы это отвратительность от блюда не отделяем и вот говорит он что на самом деле экспрессивное сознание такое познание которое позволяет выделить эту абстракцию абстрагировать что-то внешне внутренне присущее и объект превращается в силу этого в медиум это самое главное превращение свойственное машине экспрессивности если хотите это медиумизация вещей которые начинают становиться медиум и что-то выражает якобы вне положено этим вещам блюдо начинает выражать отвратительность как некий медиум в этом смысле я когда я говорил о том что есть какая-то связь между кино например и антропологии в смысле изучения ритуалов религиозных и так далее то вещи похоже на претерпевает метаморфозу похоже на ту которую мы видим в актах в ритуалах одержимости когда какой-то дух поселяется в какое-то тело 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 становится медиум и через это тело проходит какие-то силы которые в этом теле выражают себя и в принципе значит то что происходит в момент медиумизации что ли можно описать в принципе как модификацию интенциональности это то что делает абраам значит мы имеем один тип интенциональности в результате которой это блюдо имеет вот отвратительность имманентно по отношению себя затем происходит какое-то переключение модальность интенциональности который говорил тут только что валера по дорогой и мы получаем вещь которая становится медиум она утрачивает собственное имманентность характерно характерно для него поэтому это общее движение собственно это нечто экспрессивное по существу это что-то выделенное что-то существующее вне который может вернуться значит именно в этой связи следует вероятно говорить об абсолютно гигантском значении тематики ритма для кино потому что ритм это тоже чисто интенциональный продукт никакого ритма в природе не существует есть только периодичность каких-то вещей ритм это гештальт это определенный паттерн который позволяет нам проецировать то что было в прошлом какой-то какой-то паттерн каких-то повторений на будущее и собственно таким образом возникает ритм потому что мы ожидаем повторения того что уже было в прошлом это приобретает характер определенной темпоральности но на самом деле возникновение ритма это чисто интенциональный продукт потому что ритма вообще говоря в природе нет но наша интенциональность позволяет все что угодно ритмизировать когда возникает ритм медиум всегда рядом вот превращение в медиум именно вот в то через что что-то транслируется всегда рядом если вы посмотрите например на какого-нибудь ударника который попадает в экстаз повторяющегося ритма и так далее то ритм как бы начинает транслировать себя через тело это ударник он подчиняет себе как некая держим как некой дух вот это тело одержимого самому себе и тут я просто хочу вспомнить об эзенштейне который разворачивал типологию разных форм монтажа самой низкой формы монтажа самый примитивный он считал метрический монтаж который основан на чистом критерии абсолютной длины кусков потом на это настраивался уже более сложный ритмический рисунок это называл ритмический монтаж потом тональный монтаж но что интересно конечно в теории эзенштейна что он говорил что все эти ритмы постепенно становятся связанными с общим тоном эмоциональности эмоциональность экспрессивность возникает из этой ритмической машины монтаж становится ритмическим инструментом который организует вот эту вот вот эту вот экспрессивность любопытно в этой связи то что эзенштейн хотел делать фильм по капиталу маркса и значит в проекте этого фильма он писал о том что в капитале нужно обязательно заснять театр марионеток театр марионетки очень интересовал начиная там еще от мэрхольда который тоже этим очень интересовался марионетка конечно это абсолютно медиум который что-то через себя транслирует анимируется и как писал упомянутый здесь запом значит клаист является абсолютно экспрессивный это абсолютно идеал экспрессивности выражен именно в этой самой марионетки но у маркса конечно товары ведут себя точно так же как тотемы и фетиши в кино у эпштейна потому что товары это нечто что позволяет стоимости труду который в них вложен отделиться от товаров превратиться во что-то что делает товар собственно медиум и мы знаем описание вот этого мистицизма и фетишизма товаров которые вдруг приобретают свою независимую жизнь это конечно есть у маркса но это есть там его беньями на значит это начинать сама жизнь которая становится точно также экспрессивной как жизнь вещей собственно в кино это тот же самый в общем говоря механизм теперь я хочу просто сказать что значит идея вот этого экспрессивного кино она где-то на мой взгляд доминирует вплоть до конца двадцатых годов потом мы входим в период меметического кино я сейчас не не буду в это вдаваться и собственно областью чистой экспрессии оказывается авангард который пытается работать с ритмами уже в сороковые годы возникает американский авангард для которого тема фликера бесконечно ритмического мерцания становится абсолютно фундаментальной и я просто хочу здесь сказать несколько слов о май дерон которая была выходцем из россии и была собственно матерью если хотите американского послевоенного авангарда которая имела очень странную это сказать биографию с одной стороны она была авангардистским кинематографистом а с другой стороны она работала в области ритмологии она ездила на гаити она была в близких отношениях с этой парой знаменитых антропологов маргарет мидт и грегори бейтсоном работала вместе с ними на съемках ритуалов одержимости сама была инициирована в вуду и оставила целый ряд свидетельств она сделала и фильм об этом который вышел уже после ее смерти где она снимала вот эту одержимость и так далее она считала что фильм этнографический фильм который регистрирует ритуал одержимости которые ее специально интересовали нужно снимать таким образом чтобы сам кинооператор впадал в транс почти похоже на транс который испытывает одержимое и у них была дискуссия с маргарет мидт который считал что оператор должен быть этнографического фильма безличен и таким образом достигается объективность взгляда маргарет мидт говорила нет только когда сам оператор становится медиумом он обезличивается и приобретает объективность потому что медиум фундаментально деперсонифицированная д индивидуализированная фигура он утрачивает все индивидуальные черты через него начинает что-то транслироваться она говорила что она сама ведьма потому что у нее какие-то патологические внутренний ритм она читала что и бейсон имеет обладают внутренней патологии ритмической которая позволяет им входить какие-то сложные отношения с миром первобытных культур но что для меня интересно во всем этом во всей этой попытке она делала фильм и кстати фильм который больше всего я люблю который называется ритуал преображения времени где она время через с помощью то сказать этих лупс колец вводят такой транс ритуальный транс бесконечного ритмического повтора и время из естественной как бы бергсоновской длительности превращается вот эту абстракцию которая начинает оживлять живых людей как бы подвергая их некому странному вторичному оживлению такому превращая их какие-то магические фигуры и она говорила о том что с помощью вот такого вот экспрессивного экспрессивной машины происходит переход от активности состоянию state говорил он стоит это вот и есть состояние полной деперсонификации она говорил что возникает совершенно особый тип субъективности которая называла эффектом субъективного глаза жителей бали то есть это 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 субъективность в которой нет никакого действия но есть вот это состояние полной медиумичности то есть человек превращается тотально в медиум и становится тотально экспрессивным почему меня интересует особенно вот это вот идея экспрессивности как предполагающий полный деперсонификацию полное состояние то что мы вообще говоря традиционно противопоставляем идея экспрессивности что экспрессивность для нас это вот значит выражение страсти от идея пафоса идея страсти эмоции очень связано конечно с идеей экспрессивностью у барта которого сейчас упоминал валера по дорога есть замечательная статья которая называется миф об одержимости актера где он анализирует миф об актере как одержимым абсолютно значит этим пафосом этой 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 эмоции значит когда-то андрей базан который сыграл очень большую роль в теоретизирование миметического кинематографа отказа от экспрессивного кинематографа он говорил о том что неореализм это кино связано с непосредственной фиксации бытия существующих вещи существуют так как они есть на реализме писал и что необходимо покончить с экспрессивностью экспрессивность он говорил это идея что актер был что-то выражать актер должен выражать какие-то страсти экспрессивный актер и вдруг мы видим ума и дерн что экспрессивность это абсолютное отсутствие как бы традиционной экспрессии это вот это абсолютно деперсонифицированное состояние совершенно два разные взгляда на это один взгляд если хотите это такой традиционный взгляд связанные с этой идеи тенциональности пафоса эмоциональности другой взгляд этот взгляд через машину этот взгляд который позволяет увидеть экспрессивность через антропологизации через то что я называю антропологический поворот который позволяет нам совершенно иначе увидеть весь механизм экспрессивности как таковой и завершение просто хочу сказать несколько слов об адорно который с моей точки зрения является может быть наиболее глубоким теоретиком экспрессивности значит адорно кстати писал о том у него где-то о том что звуковое кино говорила это какая-то странная машина которая позволяет создать вот эту экспрессивность неэкспрессивную экспрессивность адорно ненавидел мимитизм и имитацию страстей он называл это романтической экспрессии и он считал что романтическая экспрессия она всегда должна накладываться на определенные сюжет романтический сюжет связаны со страстями и так далее он говорил о том что есть вот эта романтическая экспрессия который мы находим в определенном типе музыки который всегда мимитично когда он анализирует раз различия между шенбергом например и стравинским он очень не любил как известно стравинского потому что считал что стравинский стараясь обрести определенную экспрессивность всегда стилизует что-то под что-то потому что романтическая экспрессивность это всегда стилизация наседает нуждается во вторичном носители каким является страсти сюжет драма и так далее а при этом он говорил о том что есть настоящая экспрессивность настоящая экспрессивность у него связана с додокофонической структурой которая почти строится на непредсказуемом повторе элементов которые в сущности абсолютно не экспрессивны с нашей точки зрения но он говорю что здесь мы достигаем то что он говорил объективной экспрессивности происходит объективная экспрессивность у шенберга он можно говорить в данном случае а некой структурной экспрессивности, которую он резко противопоставлял романтической экспрессивности. Я думаю, что мы имеем здесь два типа экспрессии. Один тип романтический, мне нравится этот термин Шенберга, по существу, связан с меметическими качествами кинематографа. Кинематограф, который весь меметичен, поэтому всегда авторичен, поэтому всегда нуждается в сюжете для того, чтобы что-то передать и так далее. И есть определенный тип экспрессивности, который я бы назвал машинной экспрессивностью или экспрессивностью машины, которая подвергнута вторичной антропологизации продуктом как бы вот этого антропологического поворота, о котором думать нас призывала Ира. И мы имеем тут совершенно две разные романтические структурные экспрессии. Для того, чтобы понять существо экспрессии, мне кажется, антропологический поворот очень полезен. Все, спасибо. Спасибо большое. Так, вопросы? Да, вот, пожалуйста. Помогите мне, пожалуйста, разобраться в терминологии. Ирина Сироткина Института истории, святого знания и техники. Я хотела бы немножко разобраться в терминах. С одной стороны, вы противопоставляете мимесис и экспрессивность, как я поняла. Но есть более древний, что ли, античный смысл мимесиса, это не просто уподобление, это уподобление божеству. И в этом смысле, если вы определяете экспрессию как функцию медиума, когда актер становится медиум для выражения, для экспрессии какой-то высшей силы, в этом смысле экспрессивность и мимесис не противопоставляются. Спасибо. Да, вы, конечно, правы. Я это делаю только для того, чтобы как бы заострить вот этот антропологический аспект, о том, что, конечно, миметизм и экспрессии, они не противостоят друг другу. Мы подражаем страстям, мы выражаем страсти и так далее. Я просто пытался как бы здесь показать о том, что полная медиумизация какая-то, она делает, она действительно делает тело миметическим, она делает миметическим в том смысле, что тело начинает транслировать что-то вне его лежащее. Но это какой-то совсем другой тип мимеса. Может быть, нужно, может быть, нужно как-то терминологически разводить два типа мимеса. Один тип мимеса, это аристотелевский тип мимеса, мы подражаем сюжету, мы подражаем действию, как писал Аристотель и так далее, когда он анализировал трагедию. Другой тип мимеса, когда мы входим в ритмическое взаимодействие с какими-то силами или факторами и так далее, когда вот этот, может быть, можно сказать так, есть сознательный какой-то миметизм, мы чему-то подражаем. Стоит художник, и он имитирует ландшафт какой-то. А с другой стороны, есть абсолютно вот этот вот состояние одержимости, которое не является интенциональным по существу, потому что интенция здесь исчезает. Интерес экспрессивности, который для меня возникает, что что-то интенциональное возникает без сознания, без всякой интенциональности. Значит, нет просто художника, который ставит перед собой какую-то задачу, вот как Валера описывал здесь, там, этих путешественников, которые едут куда-то и задают себе определенную интенциональность для того, чтобы исключить свое вхождение во что-то там и тут. Вот этого сознательного элемента тут совсем нету. Поэтому, если есть имитация, то она совсем неинтенциональна, что ли, а интенциональность возникает, эффект смысла, что ли, возникает без сознания в каком-то смысле. Именно исключение сознания является условием этого странного явления. Три短ие вопросы. Первая вопроса о том, что в начале мы говорим о двух периодах в истории фильмов. Я не могу видеть точку, но это было моя ощущение, что экспрессивность, возможности, никогда не потеряна. Я имею в виду, во втором периоде это мемедико-театр, фильм. Есть, конечно, что, я не знаю, просто obsessиво, Тарковский, который я бы думал, я бы точно обсуждал его до экспрессивного фильма, в смысле, и вы согласитесь. Второй вопрос, это может быть более интересным. Я имею в виду, мы both seem что-то такое это пассажем по Берксону, на фильме, что Деулеуисе анализе, но я бы не прочитала его интерпретировать, это еще более. Now, the argument that you interpret, and I agree with you, in the sense of film pulls time out of movement and then reinserts it. In Bergson, that is obviously based on the materiality of the film, of early film. It is a sequence of still pictures, of still images. So you extract time, and then by playing it with a projector, you reinsert time. And that's the expressive time you're talking about. Now, that, mechanically speaking, is of course not the mechanism, that's not the reproduction that we have in video. So my question would therefore be, I mean, if you go by the letter of the Bergson argument, then video could never be expressive. And that's the second question. And the third question is that, while I'm impressed by your argument, and I like most of it, I don't know, and I add in English dash, heck dash, why you call that expressivity. I mean, you could call it anything, but why exactly expressivity? It doesn't really matter. But still, I want the motivation for that signifying. Of course, it is a very conventional separation of two periods. Everything is not in purity. Of course, in early cinema, you have a lot of mimetic elements. I'm talking simply about if you want kind of dominance. Of course, something is dominating, something is becoming less important. Tarkovsky is, to some extent, an expressive filmmaker. And his expressivity is absolutely beyond, of course, any mechanical work of projector, for instance, or camera. But what is important in expressivity in Tarkovsky, it's his desire to extract time as something separate from things and to use the camera to fix the movement of time. The layers that you mentioned was talking about it exactly. There is a kind of, I don't know, in the 40s, I think, he's talking there is a big transition from movement, which is the basis of cinema, because we are always following movement, movement is, toward time that is suddenly becoming a kind of something separate, something different. So Tarkovsky, for me, is a great example, if you want, of this kind of thinking, which is completely separated from a very primitive state of a pure apparatus when you need these kind of things. So, but I think camera has an ability, phenomenological, if you want, ability, to make this separation. Cinema is making this separation in a much more sophisticated way today. Of course, the use of rhythm is extremely important. So we are coming beyond, of course, this simplistic animation that is Bergsonian. But Bergson, I think, it's a very good starting point to understand that there is a separation, simply. There is a tant en general that is extracted, or something like that. And why expressivity? Because I think it's exactly what expressivity is, because there is something that is expressed by something. There is pathos, or passion, that is expressed in our body. So you are dealing with analysis of expressivity in Darwin, or I don't know. There is something, or in Descartes, there is this kind of strange relation between body and spirit, of course, in the expression of passion. So there is this something that could be treated separately, and something like body, or whatever, or the machine, or the body of the film, is used as a medium to express it. So I think it's exactly how we understand what is expression. And it's very much also related to the idea of intentionality, because there is something that is conveyed by our intentionality. It's actually that forming us, that are transforming us into a certain medium of certain direction, if you want, of intentionality toward object. There is this kind of process of transformation of something imminent into this kind of separable and abstract entity, which is absolutely fundamental, I think, for Western culture, and absolutely not fundamental, in my opinion, for Eastern culture, for instance. We know quite well that Francois-Jullien wrote a book about the Chinese culture doesn't know the notion of time, only the notion of change, which is imminence. But time is already something separated, the kind of abstraction that produced enormous complexity, of course, of Western metaphysics. So, but the idea that something could be separated from imminence, taken out of the body, and treated as something separate and abstract, I think it's a very Western idea, and expressivity, in my opinion, it's a very Western thing. — Thank you. термином «косность», то есть неспособности вот такого вот отсутствия выразительности. То есть в машине тема хороша, что она превращает нашу экспрессивность естественную, вот, органическую, наши все неточности и ошибки в поведениях, жестах там и так далее, в что-то законченное, ритуально заданное и так далее. И вот когда мы берем первые фильмы, там, Чаплин, Бостер-Киттен, то мы видим эту схватку с машиной, где экспрессивность заключает в том, что машины начинают пожирать тела, которые пришли, и вот это вангардное сознание, которое полагалось таким образом, что оно как бы может перестроиться, создать новое человеческое тело. То есть машины были наделены новой экспрессивностью за счет уничтожения органической такой субстанции. Вот этот путь, и когда мы сегодня уже пришли к тому, чтобы сделать какие-то выводы, нужно, может быть, придерживаться того, чему придерживался Вакан, что машина — это не какое-то кино, а мыши бессознательно, что мы машинизируемся независимо от того, что ты будешь называть экспрессивностью. Поэтому два состояния у нас как у машины являются экспрессией. Что касается смеха Брэксона, я думаю, что смех Брэксона совсем не противоречит тому, о чем я говорил. Смех Брэксона, как ты помнишь, говорит о том, что смешное возникает из механизации, сравнение с механизмом, из внедрения механизма и так далее. И одновременно, в принципе, тело лучших комиков, и это было абсолютно общее ощущение в 10-е и 20-е годы, это механическое тело. Все описывали Бастера Китона, и это, конечно, связано с Брэксоном, такое же ощущение, или там Чаплина, как идеальная марионетка, как механического человека, и с этим связывалась тема смеха. Я думаю, что это как раз свидетельствует о том, что эти механизированные тела ощущались как максимально экспрессивными. Это не значит, что что-то запрещает смеяться, поэтому есть, конечно, нарушение вот этой органики исчезновения длительности, которая в этих телах очевидна, оно вызывает смех, но на эти тела абсолютно экспрессивно. Я думаю, что эта линия, которая идет от Кляйста, она вполне здесь уместна. Что касается машинизации сознания, которая, конечно, есть и у Лакана, которая, конечно, есть и у Делеза Гватари и так далее, все эти желающие машины, машины желания и так далее, все это так. Я считаю, что это как раз и есть, собственно, форма определенной формы антропологизации, о которой я говорю. Я не знаю, становимся ли мы действительно машинами в этом смысле, но я считаю, что неразличение между человеческим и машинным, что и есть для меня новый антропологический поворот, это нечто действительно стоящее на повестке дня и нечто позволяющее нам выйти за пределы гуманистической антропологии, когда все, что есть антропологическое, должно иметь человеческое лицо и не должно иметь машинного компонента в себе. Потому что я думаю, что мы живем в мире композитов сложных, где технологии, человек и так далее, они больше не выделяются как нечто противоположное. Техника является, как мы знаем, определенным протезом, продолжающим наше тело и наше сознание и так далее. В этом смысле я считаю, что эти попытки говорить о машинизированном сознании, они являются проявлением вот этого, этой антропологизации, о которой я говорю. Арон. Техника. Да, я имею в виду, I have a kind of interpretation или a kind of suggestion that builds on your paper. И я бы просто хочу выжать вам, чтобы отвечать или просто мне как развернули, как я misunderstood. Но есть три вещи я очень люблю враче в нём. One is that distinction between the objective и the romantic expressivity. Отделения, что романтическая expressivity это модель для того, что закрывается inside and literally pressed out whereas the objective expression depends on an external medium that then imposes its own logic the second point I really like is your use of Maya Deren if I understand correctly that this problem of possession as a kind of affect or passion can't be separated from a pure machinic aspect so a pure, let's say, discursive machinic aspect we can never speak of possession as simply, I don't know what just a feeling, for instance and the third point I really liked is this idea I just want to underline this that anthropology anthropologization should be understood not as humanization, but in fact the opposite maybe a dehumanization so this is just what I was thinking of could we extend this analysis of cinema to a more general understanding of anthropology, to human subjectivity and say a human being is a kind of mess of of let's say instincts, feelings, what not but in a way human being is also possessed by something that comes from the outside which it doesn't control which is not part of its inside and that would be an external medium like language so human being is those feelings, affects, et cetera but they're possessed by language which then gives it a completely new structuration a completely new objective expression no longer my feelings are coming out in a certain kind of romantic way no I agree with your interpretation I have no objections at all to it I think fundamentally what is important for us is to overcome the idea of interiority and to go into this I don't know hybridic mixed models I mentioned Leroy-Gouran and Leroy-Gouran is important for me because he claims there is no such thing as memory outside certain practice I don't know what we are dealing with too it's exactly the way we are building our memory fundamentally memory is inscribed in practice or inscribed in manipulations in certain kind of repetition or things like that so fundamentally it's a product of a cooperation between human and something which is external so there is no this kind of interiority there is no this human something with human face human biography or something like that that should be restored in my opinion I wanted to ask you one thing which maybe I don't understand but you said that nature, nature there is no rhythm and so you need this machine rhythmization which we can manipulate and so we can achieve certain objective expressiveness but I think this is a kind of misunderstanding everything is based on the rhythm our body is completely which is a rhythm which we can't manipulate the rhythm of nature which we can't manipulate the rhythm of nature the relationship between the rhythm of nature and the rhythm of nature was a problem with Einstein when he thought that he could achieve any kind of manipulation of course the machine in this sense is a way more convenient to be able to manipulate which we can manipulate the machine I just, you know, I've said that I've said that in nature there is a period of time that's what's happening in nature in nature rhythm is a result of our intentionality and a result of the gestaltization of this period of time rhythm is always the combination of elements of the past which we perceive on the future it's a certain gestalt which occurs in our mind like in music there is a period of one sound after another and so on it's so but the feeling of melody like a gestalt it's a result of our consciousness of the and so on 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 понимаю что в природе очень много периодических вещей естественно я коротко мне очень все понравилось все что вы говорили про ритм и все вот вопрос один но все что вы нам рассказывали про что что был сказан про про кину был сказан мэрхолда про вещах предметов жестов театры в театре так что почему здесь кино если вот можно все это сказать про вещах в другом пространство экспрессивности тогда я делал доклад о кино но в принципе экспрессивность конечно гораздо шире кино биомеханика мэрхолда и биомеханика как я формулировал эти идеи выразительности экспрессивности уэйзенштейна и так далее гораздо шире это ну я просто так так случилось что доклад было кино но в принципе он мог быть и о другом да